Когда начнут отставать аграрии, это совершенно другое. Это распуск парламента или это перезагрузка Кабмина? Внешнее управление – это коррупция. Можно надеяться только на самих себя. Удручающе. Очень удручающе. Приветствую зрителей Политека. Я Екатерина Шумила. Сегодня у меня в студии очень интересный гость Михаил Гагаркин, специалист в антикризисном управлении, юрист, адвокат. Михаил, рады вас видеть уже не по скайпу. Здравствуйте. Начнем сразу с такой новости, которая взбудоражила украинцев. По словам Владимира Жмака, который глава правления Украинской залезницы, сказал в интервью о том, что зарплата в 625 тысяч гривен – это небольшая зарплата, и его предшественник получал гораздо больше. Что скажете вы? Действительно ли это маленькая зарплата в Украинской залезнице? Несмотря как ее оценивать. Если ее оценивать по ее размерам предшественника, возможно, в численном исполнении она и меньше. Если смотреть прожиточный минимум украинцев и реальные заработные платы в Украине – это уже другая история. Если же смотреть с доходности зарплаты руководителя большой корпорации, либо госструктуры, надо определять с доходности и эффективностью управления. Я считаю, что большая. А как правильно вообще оценивать зарплаты в государственных компаниях? Потому что очень часто возникают скандалы на этой почве и пытаются оценить, много зарабатывает топ-менеджер компании или мало. Задачи любой компании, в том числе и государственной корпорации, либо частной корпорации, прописываются ежегодные, как бы называть, список задач, либо KPI, кто-то любит называть, задач по выполнению тех или иных условий действий компании за год. По результатам начисляются бонусы к зарплате действующей. Действующая зарплата, естественно, это одно, бонусы – это иное. Что касаемо Укрзалезныц, я думаю, что здесь никто такие задачи не прописывает, так как исходя из НАПСовета Укрзалезныц и тех людей, кто там есть случайные, в том числе и Лещенко, я не понимаю, что он там делает. Я считаю, что не совсем корректно там это все дело пишется и обозначается. Такие задачи должны прописывать профессионалы, действующему главе правления. Что нужно сделать за год, каких результатов достигнуть. Отсюда нужно уже дальше исходить из цифр. При том, что я сейчас говорю о том, что не переходя ни на какие персонали, я говорю абсолютно так, как должно быть, как это действует в иных странах. Михаил, то состояние, в котором сегодня находится Укрзалезныц, для вас как это выглядит? Удручающе. Очень удручающе. Сокращаются то же самое Укрзалезныц. Я не являюсь железнодорожником. Несколько раз в жизни я мог иметь отношение к железной дороге, но не сложилось. Исходя из того, что происходит, сокращаются маршруты, которые приносили деньги, сокращаются грузоперевозки, которые приносили деньги. Сокращаются, 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 сокращаются. Дальше можно все подставлять. То есть это сейчас тренд украинский сокращается, ухудшается и так далее. Ну, состояние ухудшается. Как видим, зарплаты меньше не становятся. Михаил, ну и конечно же вопрос, который я вам задаю уже несколько интервью подряд. В каком состоянии сегодня находится Украина? Куда мы идем и где искать тех профессионалов, о которых вы так часто говорите? У вас в одном вопросе три вопроса. Да. Смотрите, куда мы идем? Как говорил мой дедушка, светлое будущее. Правда, на горизонте его еще пока не видно. Где искать профессионалов? Конечно же, в Украине. Я не считаю, что в Украине нет профессионалов в управлении, в корпоративном, в государственном. Их много. Первое, что нужно сделать, это убрать политическую составляющую. Очень часто в Украине слышно, что он человек из той партии, или он человек того-то, сего-то, олигарха или так далее. Это надо убирать. Потому что на сегодняшний день Украина уже пришла к тому, что, я отдавал слово не говорить эти вещи, но так скажу. В Украине уже начинаются голодные бунты, исходя из тарифной политики, исходя из подхода к закону о земле. В Украине начинается сокращаться и уже много лет сокращается промпроизводство, сокращаются доходы населения. Это так или иначе вызовет недовольство в регионах. В Киев, может быть, это сразу и не увидит. Но если начнут явно выражать регионы, а еще не начали, они только пытаются в зачаточном состоянии выражать свое недовольство, то погасить этот пожар нынешняя власть не сможет. Поэтому, первое, кадры должны быть только украинские, с украинским гражданством. И нести ответственность эти кадры должны по украинскому законодательству. Естественно, с ограничением каких-то прав и свобод, так как человек идет на госслужбу. Уже мы приходим к тому. Что касаемо светлого будущего, я в него все-таки верю, у меня много статей есть, я это писал. Опять-таки, должна быть политическая воля. Опять-таки, если взять по кадрам, я могу назвать несколько людей, фамилий, которые есть в информпространстве Украины, которых я считаю, что их можно, не глядя, ставить на те или иные участки работы нашего государства. Но опять-таки, мне в пику или в комментариях к нашему видео пойдут, кем только нас не называли с вами. Но это люди из частного бизнеса? Кто-то был в частном бизнесе, кто-то был в государственном бизнесе. Более того, скажешь, что большинство из этих людей коррупционно устойчивы. То есть, они не подвластны каким-то, как вам сказать, соблазнам коррупционным. Ну, дальше задавайте вопросы. Ну и не могу вас не спросить, раз вы уже заговорили про тарифный бунт, про фигуру Юрия Витренко, который сейчас временно исполняет обязанности министра энергетики. Во-первых, как вы думаете, найдутся ли голоса за то, чтобы проголосовать уже за него, как за полноценного министра? Ну и сейчас ходят слухи, что его готовят якобы на пост премьер-министра Украины. Давайте смотреть не отсюда. Вы уже, знаете, перескочили несколько вопросов, которые нужно задавать первое. Человек, идя на эту должность, он должен понимать, какие у него есть силы. Мне про это ничего пока не известно. То есть, это еще не опубликовано и не обнародовано. Человек, идя на эту позицию должностную, он так или иначе встречается с первыми лицами государства, и он озвучивает свои возможности и свои желания что-либо изменить и сделать. Я их пока тоже не слышал. Если же, наверняка, эти диалоги и беседы происходили, и если первых лиц государства это устроило, а я все-таки надеюсь, что первые лица работают на созидание нашей страны, то посмотрим, что он добьется. Если к нему в команду начнут назначаться профессионалы, к примеру, в отрасли, Ветренко, он, по-моему, был в нефтегазе когда-то работал. Вот из нефтегаза я знаю. Одиозная личность в хорошем смысле Александр Лазорько, Укртранснефть. Если я помню, ну это из СМИ, когда начинались беспорядки и неприятности Луганск-Донецк, он, по-моему, тут та личность, которая выкачала из трубы, из Луганска, 600 миллионов кубов нефти украинской, и спасают для страны. Я, насколько знаю, он потом в бегах был от Порошенко в Лондоне из-за этого. Вот вам кадры. Человек морально устойчивый и так далее. Дальше. Из нефтегаза посмотрите старые кадры, которые работали в Укргаздобыче. Именно специалисты по добыче. Есть специалисты, которые есть из бизнеса, которые занимались тоже добычей. В Харьковском регионе и так далее. Ну, фамилия не помню. Но, пожалуйста, которые могут встать рядом и отрасль заживет. Увеличится добыча. Так или иначе, при увеличении добычи можно сокращать тарифы. У нас больше газа получается. Потому что недра украинские, это принадлежит народу. То есть нам сейчас нужно первое в нашей стране, это успокоить людей. Успокоить народ. Успокоить людей мы можем только его, грубо говоря, накормить. Накормить мы сможем его, снизив тарифы и снизив некоторые налоги. Сейчас многие скажут, что снижение налогов при недоборе бюджета, это преступление. Готов поспорить. Потому что тот же самый бизнес, который сейчас у нас довольно киплочен в состоянии из-за пандемии, из-за госуправления, которое уже многие годы у нас кривое, он у нас страдает. У нас многие регуляторные акты, которые подлежат пересмотру и более совершенному виду. Нужно причесывать в человеческий вид. Дальше я начну говорить о налогах, таможне и так далее. Там, где нужно сокращать противоправные действия и схематозы. Пожалуйста, то же самое. Точно так же многие у нас госакты, которые сейчас прописаны и законы, которые приняты, я не считаю, что они работают на созидание нашей страны. Тот же самый закон о земле. Я в нескольких интервью уже говорил о том, что нашей группе была предложена, компания, в которой я работаю не на территории Украины, предложена концепция и структура, где привлечение 165 или 130 миллиардов долларов. Без продажи земли. Конструкции. Я встречался со многими политиками здесь, финансистами, экономистами. Просил разломать эту структуру. Все только сказали, что она подлежит обсуждению и, наоборот, ее нужно усовершенствовать. Это не было услышано нынешней властью. Мы приняли тот закон, мы, государство Украины, Верховная Рада, в том виде, в котором он есть, категорически нельзя принимать. Рынок надо открывать, но не в том виде, в котором сейчас оно сделано. У нас аграрии не смогут выкупить эту землю. А передав эту землю большим корпорациям, вы получите неповиновение на местах, в регионах, колодные бунты. И это покажется вам раем, то, что сейчас я говорю, по малому и среднему бизнесу. Когда начнут отставать аграрии, это совершенно другое. То есть дело не в том, что нам не нужен рынок земли, а то, что должна быть совершенно другая его форма, правильно? Конструкция. Открывать рынок нужно. Нужно делать цивилизованный рынок. Но мы должны понимать, что государство Украина всегда было центром внимания разных империй. Давайте так это назовем. Потому что у нас самая плодородная и лакомая земля в мире. Мы в идеальном транзитном месте между разными странами находимся. Нам только, как вам сказать, сам Бог велел быть лучшими. Но нас сознательно гробят. Кто, как, что, это уже отдельный вопрос разговора и так далее. Но гробят нас уже на протяжении 30 лет. Кто? Люди. Часть из них являются гражданами Украины, часть из них являются не резидентами Украины. Можно назвать их корпорацией. Сейчас стало очень модно говорить о внешнем управлении. Вы его видите в Украине? Если да, с которой стороны идет это внешнее управление? Практически во всех уже структурах есть это влияние. И есть развал. И системы украинской. И нет предложений по созиданию и чему-то построению нового. В котором спокойно жить, есть уважение к людям труда, есть верховенство права. Назовите мне хоть одну утрасль в Украине, где стало лучше за последние 10 лет. Я такого не найду. Я общаюсь со многими людьми, которые работают в тех или иных сферах народного хозяйства Украины. В госсекторе, в коммерции, в частном бизнесе, в сельхозкомпаниях. Я пока не вижу реперных точек у людей в голове, за которые им хочется уцепиться для того, чтобы что-то созидать. Реперные точки в Украине есть, которые нужно обозначить и за них взяться и вытягивать страну. Но пока что я не вижу профессионалов в кабинете министров, кто из экономического блока, кто готов это взять. И смелость на себя в первую очередь взять это все менять. Это будет нелегко. Но это можно сделать. Михаил, давайте подробно разберем этот кейс, как это возможно сделать. Потому что каждый последний президент, начиная от Порошенко, заканчивая Зеленский, если помните предвыборную риторику Зеленского, она очень многим нравилась. Потому что он говорил очень много хороших вещей, на которые отзывались, я думаю, и вы, и я, и наши зрители. Начиная от тарифов, заканчивая языковым вопросом. Почему, как только человек получает реальную власть в Украине, что-то меняется? Тарифы не становятся меньше, они только растут. И у многих появляется сразу такой вопрос, что реально ли президент и реально ли наш кабинет управляет ситуацией? Я думаю, что реальной ситуацией в стране никто не управляет. Есть желание тех или иных групп влиять на те процессы, которые им подвластны, из которых у них построена жизнь. Я давал в прошлом году слово не критиковать президента и всех его ближайшее окружение. Окружение уже можно, я пока помолчу. В том плане, что критиковать президента легче всего. Я все-таки думаю, что он сможет победить свой внутренний страх перед своим окружением и начнет его менять, и начнет менять страну к лучшему. Вы должны прекрасно понимать, что заходя на любую госдолжность, где есть большой уровень ответственности, в первую очередь вы столкнетесь со страхом что-либо менять. Если это победить, то перемены возможны. Если это не победить и прятаться в своей скорлупе, либо за какими-то идеями, которые невозможно воплотить в жизнь, то перемен не будет. Знаете, если ждать, то долго, если делать, то можно делать. А как думаете, этот страх самый большой перед кем? Перед народом или перед западными партнерами? Потому что очень часто мы можем услышать фразу МВФ. У нас есть договоренности с МВФ, есть меморандум, там прописано. Мы должны. Во-первых, мы должны понимать, что самый большой страх – это у вас перед самой собой. У любого человека страх у него в голове. И любые наши фобии, любые наши страхи только у нас в голове. Что касаемо МВФ, то я могу сказать, что ни одного переговорщика, который сейчас во власти, который готов спорить с МВФ. Спорить с МВФ должна быть четкая и сильная государственная позиция. Шантаж и насилие. Классик. Последний из таких специалистов, который мог что-то огрызаться МВФ и как-то отстаивать позиции Украины, это был Уманский, Игорь. Я, насколько знаю, он уже не на госслужбе. Не комментирую, почему он ушел. Это не мое дело. Та команда, которая сейчас есть, она не способна изменить жизнь Украины к лучшему. Я не говорю уже за реформы. Их нет ни одной со времен Порошенко и Зеленского. Есть только на вывеске реформы Украины. Нет ни одной реформы. Ни налоговой, ни земельной, ни каких-то других. Есть смена вывесок, подмена понятий. Либо, как сейчас модное слово, украине дериба. На законном уровне. Поэтому как-то так. Нет профессионалов у власти. С чего тогда стоит начинать? С президента или с парламента? У нас президент законно избранных гражданами Украины. У президента есть огромная сила в виде народа Украины. Да, народ Украины сейчас сокращается. Кто-то уходит в мир иной, кто-то эмигрирует. Но народ Украины, это народ Украины. Он был им и остается ментально, и даже находясь и живя здесь. Мы никуда не денемся. А когда человек сможет победить свой страх, он сможет опять завоевать любовь и доверие народа. А рейтинги падают президента, насколько я в открытых источниках наблюдаю. Победить свой страх – это первое, что он должен сделать. Победив свой страх, он начнет делать непопулярные вещи для внешнего управления. Страшно ли это? Очень. Но это надо делать. Если это не сделает нынешняя власть, то сделает следующее. Потому что Украина не может превратиться в страну третьего мира. Михаил, но если говорить о конкретном шаге, что это должно быть? Это распуск парламента или это перезагрузка Кабмина? Я вам уже ответил. Первый шаг – этот человек должен сам договориться сам с собой. Он должен победить свой страх. Вот, допустим, Зеленский сел и осознала, что ему больше не стоит бояться. У меня первое – это смена своего окружения на профессионалов. С четкими договоренностями об устранении всех политических хотелок и вывод на первое место экономических интересов страны. После этого возможно о чем-то говорить. Если профессионалы придут к руководству страной на создание дополнительных рабочих мест, на увеличение занятости населения, это тем самым у нас понизит уровень криминогенности, у нас тем самым понизит недовольство масс, повысит поступление в бюджет страны, тем самым мы сможем выровнять наши минимальные пенсионные какие-то выплаты и минимальную заработную плату, повысит уважение людей к самим себе, повысит уважение к людям труда. У нас на сегодняшний день ни один большой завод по нашему настроению не открылся и не строится. Те, которые работают, они работают благодаря энтузиазму их владельцев. Только благодаря энтузиазму их владельцев, потому что владельцы их фанатики, они всю жизнь этим живут. Это хорошо. Этого нет. Поэтому во власть должны прийти профессионалы. Что касаемо Витренко. Молодое лицо, давно уже в инфо-пространстве, понятно, что с каким-то опытом. Дай бог, что у него все получится. Я не знаю, с какими он лозунгами, с какими он задачами заходит на эту должность, если он будет назначен, не знаю. Но дай бог, что получится. Профессионала в любой отрасли можно найти. Навести порядок в налоговой, я вас прошу. Я бывший налоговик, поверьте, страшно очень. Но можно. В таможне то же самое. Абсолютно все персонали известны. Точно так же в Миньюсте, точно так же в Укрзалезнице, точно так же в Энергоатоме. Украина понад усе. Один из лучших, я считаю, девизов Украины. Так давайте наконец-то Украина понад усе будет понад усе. А не только лозунгами на стене. Михаил, очень часто можно услышать, что закон о люстрации, который был принят, как раз отсек очень много профессионалов, которые сейчас не могут попасть на госслужбу. Так ли это? Смотрите, я могу сказать свои переживания по поводу этого закона. Я не был до закона о люстрации никогда на госслужбе. Я на госслужбе был порядка года, чуть меньше. Это изменило всю мою жизнь. Может быть и хорошо, может и нет. Время покажет. Я, многие из украинцев, наверное, как и все, считал, что закон и люстрации нужен, и он хорош. Честно признаюсь, я считал так, потому что я неглубоко был в материале, я не видел полностью всей картины, которая происходит. Спустя несколько лет, знаете, только дураки не меняют свою позицию. Когда все вокруг меняется, составляющие, информация, все нужно пересматривать, смотреть на ту или иную картину происходящего. Сейчас я могу сказать, что закон о люстрации, возможно, не совсем корректен был в плане прописанных позиций, из которых увольняли людей. Но на тот момент было понятно, почему это делается, так как нужно было привести к разрушению страну Украину под названием, убрав профессионалов и назначив людей, которые никогда не были в системе. Мне посчастливилось, у меня хватило жизненного опыта и знаний пытаться сделать что-то хорошее. Но, как показывает практика, это никому не нужно было. Ну и сейчас не нужно. Многие специалисты, которых я сейчас, к примеру, называл того же главу Укртранснефти, Лазарьков Америка, вот, посмотрите, что он сделал. После этого, как что с ним произошло, ему пришлось уехать из страны. Много таких же историй в Украине, я думаю, что не одна сотня. Почему? На место менеджеров, которые что-то делали и созидали, и развивали те или иные корпорации, пришли временные люди, которые ничего не делали. Если вы вспомните, был такой у нас господин Болчун, который играл на гитаре. Вот некоторое время, когда он только входил на должность, мне предложили быть главой его аппарата. Я могу сказать, те вещи, которые я предлагал делать в Украинской залезнице на развитии этой страны, ну, извините, страны, отрасли, не возьмели места. Это было никому не нужно. Естественно, я не стал работать на Украинской залезнице. Чем закончилось ИПП с Болчуном? Что он половину своего рабочего времени проводил игрей на гитаре в Польше, здесь он получал зарплаты, и, грубо говоря, был, знаете, как по Ильфу Петрову, у нас один фунт, кто сидеть будет. Ну, вот, то, что мы имеем. Так у нас по всей стране. Поэтому только государственный подход. Украина по надусе. Надо заканчивать с этим. Заканчивать. И это должен принять решение президент Владимир Зеленский. Первое, что он должен победить, свой страх. Это очень тяжело. Я желаю ему всяческих сил и умений. Михаил, сколько еще времени есть у Зеленского, если он не победит этот страх, что тогда, чего тогда украинцам ожидать в этом году? Каких раз в этом году, насколько мне известно, если мне ничего не изменилось, за то время, пока мы сейчас с вами беседуем в пространстве, у нас входит в силу закон о земле. У нас входит в несколько подзаконных актов по законодательству, что подвлечет за собой массовые беспорядки и массовое недовольство граждан в сельском регионе, в сельской местности, а точно так же в городских метрополиях. Без вариантов. То же самое, малый и средний бизнес. Мы разошлись, по-моему, под Верховной Радой до сих пор там люди стоят. Уже даже в этот мороз. На Майдане вчера я видела фоповцев. Это только начало. Это еще даже не началось. Поверьте. Прогнозировать ситуацию, это моя работа. И купировать ситуацию. Но здесь пока никто еще даже не озадачился этим. Потому что люди, те, кто должен это принимать решение, они не умеют это делать, либо выполняют указания, на которые они даже не могут ответить отказом. Михаил, ну, конечно, не могу не спросить про коронакризис. Все ожидали, что в 2021 году этот вопрос станет хотя бы на второе или на третье место. Но сейчас мы видим, что тема вакцинации, она топовая по всему миру. Как вы думаете, справится ли с ней Украина и ожидать ли в ближайшее время отставок? Чаще всего говорят про отставку министра Степанова, потому что на него взваливают все беды за нерешенные проблемы в медицине. Смотрите, я в одной из своих специализаций являюсь адвокатом. Могу господина Степанова сейчас абсолютно оправдать. Хотите? Господин Степанов пришел в систему Минздрава, когда она уже десятки лет рушилась. Добивала ее госпожа Супрун. И один человек, будь он семи пядей во лбу, плюс еще находясь на такой политической, архиполитической должности, один поменять ничего не сможет. Как бы он не хотел. Его просто убьют. Я говорю, открытым текстом. То есть он должен, как политик, лавировать между разными группами влияния и пытаться достигнуть тех целей, которые он для себя ставил. Это в любой сейчас, в Украине, отрасли есть. Госотрасль, коммерция, корпоратив. Не важно. Что касаемо прививок коронакризиса. Я всего не могу сказать, извините. Я надеюсь, я очень сильно надеюсь, что в ближайшее время появится вакцина не только Модерна или Пфайзер. И в Украине все будет хорошо. То есть вы согласитесь на прививок? Я соглашусь с тем, что это будет не китайская вакцина. Я надеюсь. Все-таки разум возобладает. Вопрос, насколько сможет наш социум справиться с возможностью практического применения и вакцинации населения. Вся инфраструктура медицинская на сегодняшний день практически лежит в руинах. Не секрет, что вы идете в больницу, что вы везете с собой лекарства. От шприцов, капельниц и до таблеток. Смысл нахождения в больнице, ну разве что медсестра, и то медсестер уже не хватает. Исходя из последнего циркуляра польского, можно работать медиком без подтверждения диплома. Приезжай и работай. Нехватка в Польше медиков. И еще больше отток медицинского персонала сейчас с Украины уходит на Польшу. Людей даже принимают с медицинским образованием без каких-то ограничений на перемещение границ с коронакризисом. Это надо прекратить только одним. Увеличением зарплат и увеличением социальной защищенности медиков и учителей. Образование это вообще отдельная структура, которую потом когда-нибудь обсудим с нами. Все, что происходит. Если это сделать, то возможно, нам удастся это все победить. Но есть маленький нюанс. Помимо того, что украинцы прекрасные люди, мы очень беспечны. Везде, где я езжу по миру, я сейчас много перемещаюсь, веду свои работы, все ходят в масках. В такси в масках, в лифте в масках, на улице в масках, в Украине, ровным счетом, на 90% это не соблюдается. Люди без масок. То есть мы на сегодняшний день сами себя начинаем гробить. Если мы сами о себе не хотим позаботиться, то при чем тут Степанов? Ну при чем? Да, но вы сказали, что на улице не обязательно носить маску. Вы знаете, я находясь в той же самой Европе, я ношу маску. Вам не кажется, что в Европе уже слишком истерично? Особенно вот в Великобритании относятся вот к этому вопросу. Вы знаете, у меня в Украине у близких людей порядка 17 человек умерло. В Украине. В Европе порядка 30. Людей, которых я знал, либо умерли те, с кем я общался, либо умерли их родственники. Моего близкого человека в Украине, отец и матери, умерли за 3 дня. Что мы говорим? Люди сидели в карантине. О чем вы говорите? Вы многих трагедий еще не знаете, что происходит. Их просто не озвучивают, их не видно и не слышно. Поэтому, если мы сами не начнем о себе заботиться, за нас никто не позаботится. Первое, это безопасность самих себя. Мойте руки, носите маски. Вроде бы ерунда. Делайте это. Вакцина, ну, поверьте, я надеюсь, что все будет хорошо. Насколько я понимаю, вы намекаете, что у вас есть какая-то информация, но вы не можете ее озвучить. Михаил, ну и возвращаясь... Это не касаемо скандала, который, по-моему, Бродский там недавно озвучивал о прививках Файзера в Украине. Нет, это не это. Это совершенно нет. Это все. Мы туда не лезем. Хорошо. Возвращаясь тогда к теме Минздрава, вы сказали о том, что Степанову досталась медицинская отрасль в том состоянии, в котором она была последних 10 лет, и особенно при министре даже 30 Супрун. Что тогда позволяет сохранять вот эту систему Супрун? Потому что, если мы даже вспомним последнюю новость, что привлекают британскую компанию, которая будет... Кронэджинс. Да. Заниматься поставкой вакциной в Украину, она берет 5% от контракта. Это получается немаленькая сумма. Эта компания активно сотрудничала с украинским Минздравом именно при Супрун. Вы же понимаете, что такое политическая воля? Что такое украинские спецслужбы? Значит, кто-то говорит, не лезь туда. Это страшно. И Степанов не лезет. Да. Потому что иначе убьют. Я говорю открытым текстом в камеру. Понимаете, что это за деньги? Где вы видели контракты международные или коммерческие с поставкой через год медицинского оборудования первой необходимости уже спустя год или так далее? Это поставляется сразу. То есть, это идет международная коррупция. Внешнее управление это коррупция на международном уровне, которая так или иначе разными гражданами в Украине, неважно, какого они гражданства, покрывается. Это огромные деньги. Вот и все. Вот это страх, который нужно побороть. Если этот страх побороть, то огромная сила, которая может помочь искоренить все это, это народ Украины, который в гневе своем пострашнее русского народа. И знаете, русский бунт беспощаден, что-то украинский еще больше. Поэтому первое, это побороть свой страх. Вы поборете, и все будет. Боритесь, да поборют. Это же не мои слова. Да, ну и Михаил, не могу вас не спросить, раз уж мы вспомнили про Россию, сегодня мы говорили о внешнем управлении. Я думаю, вы хорошо помните, как при Порошенко любая зрада называлась рукой Кремля, что это рука Кремля, это влияние из России. Было ли оно и сохраняется ли сегодня? Как думаете? Как вы считаете, у президента воюющей страны действующий бизнес Российской Федерации? Это что? Я задал вопрос. Вы улыбнулись. Риторический вопрос. И вы поняли ответ. Поэтому, о чем мы дальше говорим? Все и так и понятно. Что касаемо Российской Федерации, не надо путать граждан Российской Федерации и руководство политическое Российской Федерации. Вот и все. Люди никогда не могут всего знать, обычные граждане, что происходит на верхах. И какие-то имперские амбиции это не у обычных и простых граждан, которые тоже страдают и тоже жизни сахар, нежели у власти имущих. Поэтому спустя какое-то время все станет ясно. Знаете, как в украинской пословице снег сойдет и будет все понятно. Я думаю, что все будет хорошо. Главное верить в это. Михаил, мы с вами поговорили о внутренней политике, но есть еще внешнее. У нас там тоже не так все просто. Россия. Поссорились мы с Белоруссией. Непростые отношения с Польшей, с Венгрией. Как Украине, точнее, где Украине можно найти в этом году сильного союзника? Во-первых, мы поссорились по большинству причин, знаете, по надуманным причинам. Знаете, как вот мужчина с женщиной живут, знаете, женщина, благодаря ее богатому эмоциональному фону, очень непонятно, из-за чего мы будем ссориться. Точно так же и здесь. То есть, многие скандалы взяты из ничего. Либо из-за непрофессионального управления и неумения просчитать ситуацию на 3-4 шага вперед. Либо из-за того, чтобы специально вогнать в кризис и как можно больше проблем создать первому лицу, у которого не будет возможности маневра в принятии тех или иных решений. Поэтому внешнее управление мы с вами обсудили. Внешние кризисы, которые есть на сегодняшний день, нет непреодолимых кризисов, есть неприятные решения, которые придется принимать. В нескольких своих лекциях я рассказывал, к примеру, как многие кризисы, которые происходят на сегодняшний день, как они могут быть купированы. Власть на это наша не пойдет. Почему? Потому что тем самым будут затронуты те или иные финансовые интересы разных групп влияния. Для этого, чтобы навести порядок, первое, нужно побороть страх. Это первое, с чего нужно начать. Это так называемая политическая воля. Ну и про сильного союзника. Какая страна для Украины может стать? Украинский народ самый сильный союзник для нашего президента. Украина понадобится. Нам на сегодняшний день можно надеяться только на самих себя. Никто не придет и миллионы и миллиарды не даст. Могут прийти и только купить за бесценок либо отобрать. Что дальше? Это не сильный союзник. Это называется хозяин и подчиненный. Кстати, Михаил, в Украине очень часто называют финансовую помощь кредиты. Даже я вижу в СМИ, допуская такую ошибку, они кредиты называют финансовую помощь. Финансовую помощь получила Украина. Вы сами отвечаете на все вопросы. Я вас благодарю за этот интересный эфир. Будем надеяться, что в ближайшем будущем мы с вами будем обсуждать какие-то конкретные решения власти. Михаил Гагаркин был Наполитэка. Спасибо, что смотрели нас. И не забывайте подписаться на наш YouTube канал.